Стоит только бросить клич, и будет собрано столько творческих работ, что не вместит ни один зал. Практически каждый из 6850 ветеранов комбината занимается рукодельем. Поэтому отбор для участия в выставке – это как признание для опытных мастеров. Татьяна Садовничья, бывший слесарь Кип, вышла 100 картин. Самая большая и сложная из 70 тысяч крестиков. Но на эту выставку Татьяна Александровна принесла самые изящные работы. И вот эта очень худенькая женщина пляшет, и у нее такой стан тонкий, сама она такая прекрасная, руки такие тонкие, а посмотрите, у нее внизу даже три мышки танцуют вместе с ней. И когда она у меня дома стоит, торшер под ней, когда вечером зажигаешь огонь, мне кажется, она вообще как живая, парит. Мне очень нравится картина на черном фоне. Сложно нарисовать на черном фоне рюмку прозрачную, она прям видна, виноград лежит на стекле, и ягодки прямо вот лежат, видно, что тень от них падает. С детских игрушек и декора для квартиры начинал Георгий Гаврилович Груденко, ветеран сублиматного завода. Сегодня он строит храмы. Копию храма Владимирской иконы Божьей Матери, что в Северске, и Троицкого кафедрального собора, разрушенного в Томске в 30-х. Внук нашел еще по интернету этот храм, и там, ну, более четко и понятно, вот эти вот размеры, расцветка его. Купола делаю с дерева, просто, значит, беру бруски, вырезаю, никаких станков у меня нет, а все вручную. Режу ножом, потом напильником, потом наждачной шкуркой обрабатываю, вот соединяю все это и раскрашиваю. Все 32 года работы в службе охраны Татьяна Александровна Бракаренко в свободное время увлекалась шитьем, позже вышивкой, а недавно научилась делать украшения. Увлекаюсь, делаю свою работу, что мне интересно, я могу сидеть за этой работой часами. У меня вот на шее украшения, вот тут на руке у меня часы, браслет сделанный, а это сережки вот такие. У меня под каждое платье, под каждую кофту все свои разные украшения, чтобы под цвет все подходило. Внучке 13 лет, но она тоже, глядя на меня, алмазной гранью делает и вышивать научилась, все, я сижу, и она. Два года назад при Совете ветеранов СХК появился клуб «Ивушка». Здесь с самых основ обучаются традициям плетения из лозы под руководством Александра Михайловича Кораблева, 46 лет отработавшего на сублиматном заводе. Мы идем на берег Томи с ножами, но мы не разбойники, значит, режем прутья, заготавливаем. Это прутья белые, поэтому они у нас ошкуренные, очищенные, поэтому они белые. А вот это красные прутья, так называют краснотал, мы собираем его в лесу, около профилактории. Зеленый – это уже не ошкуренный пруть, вот он. Значит, у нас плетут разные корзины, вы заметите, разные формы. В основном у нас занимаются женщины, хотя они и хозяйки, у них и дома работы много, но они здесь. И они с таким удовольствием занимаются этой работой, хотя она очень тяжелая, и так просто вот эти прутья сплести. За любимым делом они забывают и про возраст, и про болезни, а когда можно поделиться с другими, подарить корзину, украшение или собранный урожай, как часто бывает после выставок, радостно вдвойне. Продолжение следует...